Добрый вечер, дамы и господа. У микрофона Юрий Прайнко на волнах радиостанции Финам-ФМ. Ежедневная интерактивная вечерняя программа «Реальное время». Сегодня у нас интересные гости, интересные темы будем обсуждать. Но в самом начале напомню средства коммуникации. Это сайт в интернете www.finam.fm. Это наш многоканальный телефон, его номер 65 10 99 6. Пользуйтесь средствами коммуникации, звоните, пишите, высказывайте, задавайте вопросы. Мой сегодняшний гость Никита Крещевский, председатель экспертного совета опоры России, доктор экономических наук, профессор. Никита, добрый вечер. Юрий, здравствуйте. Вы как живой. Мы с вами в последний раз в эфире встречались два года назад. Не прошло и двух лет, как мы с вами встретились вновь. Я рад этому моменту, я рад тому позитиву, который нас с вами оболевает. И я еще больше рад интерактиву, которого я жду с нетерпением. Отлично. Сегодня окончательно вступил в права 2011 год, я так понимаю, уже по всем календарям. Ну, кроме китайского, да, там китайцы еще отдельно будут. Китайцы нам не указали. Да, вот я хочу понять ваши ощущения. Я не буду делать вида, что я не читал вашу материал. Даже больше скажу. Статью в МК, которая не так давно вышла, да, совсем не так давно, я разместил гиперссылкой у себя в живом журнале. Статья сильная, статья интересная, но финал статьи кошмарный на самом деле. Я хочу понять, откуда возникают такие ощущения. Так вы объясните нашим слушателям, что там в финале. На финале страшно все. Да там ничего страшного нет. Нет, я тогда возьму на себя эту почетную обязанность. Ну, как-то да, все-таки автор должен сам высказать. Дать мне это нарратив по поводу собственного же изложения. Я написал текст по поводу внесистемной оппозиции и ее роли в развитии общества. Причем привел примеры самых разных областей человеческой деятельности. Из науки, из искусства, из политики. И просто наглядно показал, что именно внесистемная оппозиция, то, против чего сегодня так активно выступают власти, является двигателем того самого научно-технического и общественно-политического прогресса, которого мы все так жаждем, но который мы так упорно тормозим. Я имею в виду мы, это современное российское общество. С одной стороны, власть всемирно говорит о том, что необходимо развивать демократию, стаканивать институты, но с другой стороны, мы видим, что лидеров не системная оппозиция, причем людей далеко не последних, банально арестовывают на 15 сунок. Прессуют. По надуманным предлогам. Торогу перешел не в том месте и прочее. Матом ругался в общественном месте, где вокруг никого не было, никто не слышал. Конец этой статьи заключался в том, что не все, конечно же, из наших даже слушателей, а у нас публика очень квалифицированная, очень образованная, не все знают, кто такой Илья Ефимович Пригожин. Это Нобелевский лауреат по химии, наш с вами соотечественник, который в младенчестве был вывезен во время революции в Европу. И, собственно, он считается европейским ученым, но, как вы понимаете, Илья Пригожин — это наш, наш человек, наш. Это лауреат Нобелевской премии по химии 2003 года. И всем известна классическая теорема Пригожина, смысл которой заключается в том, что если система подвергается внешним воздействиям, на них не реагирует, причем система может быть абсолютно любой, от молекулы, от атома до системы государственной власти. Если она не реагирует на внешние возбуждающие сигналы, то эти сигналы от нее отскакивают и на обратном пути гасятся. Но как только она начинает реагировать, а любая статика в системе — это мелкие флуктуации, то есть мелкие колебания, нет полностью статичной системы, есть все время видоизменяющие системы, как вот, например, наш с вами разговор, Юрий. То, что я вот только что сказал, это уже история, потому что вот это мгновение прошло. То же самое система — это постоянное подрагивание. Так вот, если внешние сигналы этой системы воспринимаются, отдельные сигналы могут увеличиваться по своим колебаниям до таких размеров, что могут поставить под угрозу устойчивость всей системы. А это предвестник хаоса. И хотя хаос — это новый порядок, тем не менее хаос для России — это слово страшное. То есть, получается, те законы, которые были сделаны в химии... Вывод был по теореме Пригожиной. Она теорема универсальная, потому что ее применяют и в химии, и в физике, и во многих других науках. В основании смешанной экономики Руслан Семенович Гринберг с автором Александром Руденштейном точно так же ссылались на эту статью. И это статья теорема. Эта теорема применяется и зарубежными не только экономистами, не только политологами, но и даже социологами. То есть, гуманитариями весьма и весьма далекими от химии, от биологии, от естественных наук. Российская власть не замечает никаких... Российская власть просто не знает об этом. Ну как не знает? Знаете, а интуитивно, инстинктивно она это чувствует. Она чувствует... Есть такое выражение стоять. То есть, не колебаться, не качаться. Я очень внимательно следил в период активной фазы кризиса два года назад, в начале 2009 года, как отдельные члены правительства реагировали на кризисные явления в экономике. Я видел, как некоторые из них качались, а некоторые стояли. И вот, например, если слушатели спросят, а кто? Давайте вот прям пофамильно. Я могу сказать, что у меня был эфир с Христенко, с Христом Борисовичем. Стоял. Министр промышленности, я проясняю. Министр промышленности и торговли. Стоял, не качался. То есть, как я не пытался его раскачать, поддеть, вывезти на чистую воду, ничего не получилось. То есть, как скала. Другие плыли. Другие плыли. И сегодня некоторые члены правительства, если не большинство членов правительства, этот порядок усвоили. И они стоят, причем стоят очень часто, усугубляя ситуацию. А стоят они не в органическом веществе? Они стоят на своем, причем вот это свое, ну, нужно не то, чтобы корректировать, а нужно кардинально пересматривать. И тем самым они только усугубляют, ухудшают ситуацию. То есть, эти люди, они не готовы? Они усвоили вот эту парадигму стоять, не шелохнуться? Алгоритм реагирования, давайте так. Так, они это усвоили, они следуют, потому что, видимо, нахлобучки от премьеры и других руководителей правительства до них дошли. Но, тем не менее, во-первых, это не все. А, во-вторых, внешние сигналы сегодня увеличились настолько, что не реагировать объективно нельзя. Кто эти сигналы высылает? Какие силы модерируют? Вот я предугадываю ваш вопрос. Мы не будем говорить о ситуации, например, на Манежке 11 декабря или об аресте Немцова, Лимонова и Косякина. Мы с вами не занимаемся политикой, давайте говорить об экономике. Мы говорим о том, что объективно нынешний год, по моему мнению, как человека, который четверть века системы занимается экономикой, это последний более или менее благоприятный год в новейшей экономической истории России. Почему? Потому что год выборный, у нас еще остаются какие-то резервы, они минимальные. Резервный фонд 25 миллиардов долларов и все. Это копейки. Только за декабрь мы съели или откусили от резервного фонда 15 миллиардов долларов. Всего лишь. Осталось 25. Но, слава богу, для властей, для той финансовой нефтяной пирамиды, которую власти выстроили с начала нулевых, нефть пока высока. То есть, кажется, что до краха еще далеко. Тем не менее, экономические, бюджетные, социальные обязательства, розданные как приближенным, так и населению страны, настолько высоки и настолько огромны, что денег однозначно не хватит. А в этом году выборы. Выборы кровь из носа надо выигрывать. Причем в конце года. Причем в конце года. То есть, мы должны тянуть эту лямку весь год. Мы, я опять же говорю, не столько о стране, сколько о государстве. То есть, о системе управления. Это, думаю, наши слушатели понимают. Мы должны ее тянуть до конца года точно совершенно. Мы не можем допустить снижения реальных доходов. Но там дальше президентский выбор. То есть, на фоне ухудшения... Охудшение социально-экономической ситуации мы должны требовать и будем требовать от населения проголосовать так, как нам это нужно. То есть, здесь никакие подкрутки, никакие колесики не помогут, потому что будет просто протестное голосование. А это никому не нужно. Но сегодня резервы еще остаются. И они будут брошены для того, чтобы решить локальную проблему 2011-2012. И хватит на этот... На это по первому полугодию однозначно хватит. Первому полугодию 11-го года. Этого года. Да. 11-го года. Да. Однозначно хватит. Что будет во втором полугодии, вопрос открытый. Но у меня не очень хорошее предчувствие. Почему? Потому что... На чем основываются предчувствия? Знаете, печатать деньги, запускать печатный станок в Америке и в Европе до бесконечности нельзя. Уповать на китайцев, на японцев, на арабов, которые будут скупать европейские долги, тоже нельзя. Они это делают в своих интересах, но они не будут это делать бесконечно. Говорить о том, что мировая экономика вот-вот выскочит из кризиса, ни в этом году, ни в следующем так же не приходится. Потому что проблема совершенно очевидная. Неизвестно, что больше потянет на дно. Непонятные перспективы американской экономики или совершенно очевидные проблемы государственных долгов в Европе. Но, чтобы наши слушатели понимали, мы выстроили нефтяную пирамиду, а крах любой пирамиды это вопрос предопределенный. Так вот, снижение спроса на нефть буквально на 4-5 процентов означает снижение ее стоимости на десятки процентов. 30-40, можно говорить даже о 50 процентах. Ну, мы можем говорить о том, что может наступить коллапс. То есть, те хотелки, которые, те обязательства государственные, которые были взяты и наращивались не то же в последние годы, они и в 10-м году наращивались такими темпами, что, мама дорогая, мы взяли новые на себя обязательства, я имею в виду, ну, как пример такой попсовый, да, чемпионат мира по футболу. Ну, я ожидал, что вы приведете этот пример, Юрий. Ну, и так далее, да, а до этого Сочи, а до этого АТС и так далее. У меня полнейшее, полнейшее, полнейшее убеждение, как это сказать более правильно по-русски, не будем ковыряться в особенностях русского языка, что мы чемпионат мира не вытянем. Не вытянем? Не вытянем. А Олимпиаду? Олимпиада уже запущена. Олимпиада к 13-му году должна быть в целом по строительству, по инфраструктуре, по объектам готова. Ну, а стоит тогда вот эти вот героические шаги-то предпринимать, если понимая, что последствия могут быть не то, что в преддверии этих событий, а в процессе реализации весьма и весьма печально. Мыслим линейно, Юр, хлеба и зрелищ. Так. Хлеба и зрелищ, мыслим линейно. Я говорю опять же про систему государственного управления. Хлеба и зрелищ. Вот с хлебом все нормально, потому что надо брать от жизни все, покуда нефть высока, да? Поэтому с хлебом все хорошо. Зрелищ не хватало. Вот взяли Олимпиаду, к 13-му году должны сдать основную часть объекта, вообще все должны сдать. Ну, в 13-му году будут какие-то недоделки, будем исправлять ситуацию, будем доводить ее до логического завершения. 14-й год проведем, но с 18-м годом совершенно очевидные вопросы. Денег нет, не на что. Один пример, Юр, один пример. Я смотрел ситуацию по субсидированию российских железных дорог, 11-й, 12-й, 13-й года. И у меня, честно говоря, отрыв был, потому что я посмотрел в 10-м году объем финансирования, и напомню, в акционерном обществе РЖД учредитель один это государство, поэтому варианты развития у РЖД два. Либо повышение тарифов, либо, если это идет в разрез с экономической политикой государства, субсидирование от единственного учредителя, от собственника. Два варианта, третьего нет. Приватизация? Приватизация отдельных инфраструктурных подразделений РЖД. Чем они и занимаются. Это правильно. Это правильно. Но вы не приватизируете рельсы. Рельсы как были, так и останутся в федеральной собственности. РЖД как был основным владельцем, так и будет. Так же, как, например, федеральная сетевая компания. Потому что сети, сети это государство. Но как ни крути. Так вот, не в этом дело. Да, идет этап реструктуризации железнодорожной отрасли. Это отдельная долгая история. Но, десятый год, 160 миллиардов рублей, из которых ровно 80 на Сочи. Одиннадцатый, двенадцатый год, 45-65 миллиардов рублей, из которых порядка 90% в Сочи. А тринадцатый год, вы сейчас упадете, 502 миллиона. Скромно. Представляете, десятые, 160 миллиардов, из которых 80 туда, но 80-то идет на развитие отрасли. Так вот, а с... А, тринадцатый год, 502 миллиона, Йорк. Да власти осознают это. А что делать, если денег нет? Я посмотрел региональный бюджет. Я посмотрел бюджет Владимирской области. Та же самая ситуация. Идет повсеместное снижение доходной части. И, как следствие, меньшее снижение расходной части и увеличение что федерального, что регионального долга. Ну, то есть наступит момент, когда государство не сможет выполнять свои ранее взятые обязательства. Наступит момент, когда мы осознаем, что неназванные коррупционеры, бюрократы, чиновники, украли у нас не только наше прошлое, подрезали не только настоящее, но и перевесили значительную часть своих доходов на будущее поколение россиян, которые будут выражаться в том, что это будут внутренние и внешние заимствования. То есть это свершившийся факт? Пока еще нет. Но этот инструмент у ребят в кармане. И почему мы так заинтересованы в получении, в присвоении более высокого кредитного рейтинга? Нам это позволит выйти на рынок и с более широкой расстановкой пальцев. То есть будем занимать? Будем занимать безболоженно. Говорить о том, что мы же хорошие заимщики, посмотрите, у нас рейтинг, да, и кроме всего прочего у нас госдолб всего лишь 8%. Вы посмотрите, у Норвегии 49, вы посмотрите, у Штатов под 90, вы посмотрите, у Японии 193, а у нас 8. Но это вновь перекладывание. Если нам не давать, то кому? Так вот, воровать будем у будущего. Понимаете? Я отношу то, что хотели сделать с накопительной частью пенсии, к той же парадельник, как вы сказали, к решению сегодняшних проблем за счет будущих поколений. Потому что ликвидация накопительной части пенсии, это означает перевод приблизительно от триллиона рублей в бюджет Пенсионного фонда России. Ну да, это локально решит проблему. Глобально, если говорить о Пенсионном фонде, на ситуацию не повлияет. Но этот триллион, ребята, можно будет изъять из бюджета и за счет этого триллиона профинансировать какие-то свои программы. Вот в чем дело. А то, что с пенсиями там будет беда, еще что-то. Ребят, да не об этом разговор. Разговор о том, что мы изымаем триллион и за счет этого триллиона осваиваем и решаем свои узкоспециализированные, узкопрофильные вопросы. Вот и все. Подбирая очень тщательно, я бы сказал, подбирая слова подобной политики, я так мягко скажу, эта политика в тупик. Причем политика трусов, которые это осознают, но у них просто задачи другие. Ну неинтересно им рассуждать на тему пенсионеров там анноцы какого-то года. Ну то есть по поводу нас с вами. Да, да, да. По поводу нас с вами. У меня же цинично-меркантильные и личные интересы. Им не интересно. Я же прекрасно понимаю, кто он будет. Или платить, либо это будет моя проблема. И каждого из нас проблема. Это будет частично наша проблема с вами, Юр. Это будет частично проблема тех будущих поколений, которые будут работать. Это проблема отсутствия интеллектуальной базы, интеллекта? Это проблема... Или это вот такова парадигма нынешней власти, что они не видят проблемы? Низкой квалификации. Ну то, что я называю интеллектом. Система государственного управления. Компетенции, если хотите. То есть интеллект, об уровне интеллекта я не берусь судить. Наверное, эти ребята не глупые. Но речи о том, что вот мы там, то, сё, пятое, десятое, инновации, модернизации, реструктуризации и всё остальное. Мой коллега и ближайший товарищ, величайший русский экономист Владислав Иноземцев в одной из первых своих статей в «Видомостях» поставил точку в вопросе модернизации, сказав, что она закончилась, не начавшись. Да, хотя о модернизации начинали писать, прежде всего, мы с ним. Точно так же, как об инновациях. Начали говорить мы с ним. Ну, Слава, я очень хорошо знаю, он не единожды здесь был. Мы делали большой доклад, большую научную работу для очень серьёзной, возможно, самой серьёзной организации в России, властной организации, совершенно конкретного заказчика, где доклад назывался «Принуждение к инновации», где мы просто по пунктам, по шагам прописали, что можно сделать, не напрягая устои основы коррупционного общества. Не услышали? Все читали взахлёб, недели две или три виск стоял, дым стоял коромыслом, все просто гордились. Я читал, Владислав приносил, да. Да, потом нам сказали, мы говорим, ну, давайте, может, там, как-то поконкретнее распишем. А нам сказали, вы знаете, ребят, у нас в ангаре стоит самолёт на ядерной тяге. Мы говорим, а это здесь при чём? Они говорят, вы не поняли, это разработка конца 80-х. То есть, ну, вот, начиналось всё с ядерной бомбы, потом пошёл мирный атом, атомные электростанции, атомные движки на подводных лодках, космос и прочее, прочее, прочее. Мини-ядерные реакторы, сейчас уже реакторы четвёртого поколения, со дня на день, с года на год будут запущены. Ну, не у нас, а в других странах. Но, тем не менее, мирный атом идёт в направлении всё более и более потребительского использования. И у нас действительно была разработка по летательному аппарату на ядерной тяге. И нам говорят, а вот мы сейчас его выкатим из ангара, мы его доработаем, докрутим там гайки, запустим. И будут нам... И счастье всенародное наступить. Да, и весь мир вообще умоется. Так что не запустят-то? А запускать. А запускать некому, ёр. Ну, кто будет дорабатывать эту модель? Кто будет этим заниматься? Потому что одни люди уже ушли на пенсию, а другие люди просто сменили профиль денег. А что, упаковать чемоданы? У кого есть... Нам с вами или кому? Я не знаю, понимаете, вот... 38 миллиардов долларов ушло по итогам прошлого года, основная часть до четвертого квартала ушла. Высказывается предположение, что... Я поясню слушателям данные Банка России. Да, это данные Центробанка. То есть официальные. Официально 38,3 миллиарда долларов чисто отток капитала. Нам говорят о том, что это доброкачественный отток, потому что по итогам четвертого квартала многие платили внешнюю задолженность. Ну, ребят, давайте будем откровенны. У нас порядка 80% внешней задолженности. Это задолженность офшора. То есть деньги-то выводили по-любому. Ну, вот как ни крути, потому что 80%, ну, возьмите данные ЦБ, посмотрите, кому мы должны и сколько. Как корпоративный сектор, так и банковский сектор. Я считал, там получалось 77%. Там получалось даже 81% в одном случае. Ну, это от квартала к кварталу данные меняются. Деньги уходят. То есть не то, что рассуждение, пакуем чемоданы. Чемоданы уже там. Деньги уходят. Деньги уходят теми самыми чемоданами, которые вы только собираетесь паковать. Вот в чем заморочка-то, вот в чем засада. То есть уже процесс идет. Люди себе организовывают, устраивают нечто вроде запасного аэродрома или своей личной подушки безопасности там. На предмет того, что здесь все будет плохо. И я знаю настроение очень серьезных людей. Это речь идет о, скажем так, ну, назовем, элите. Вот вы как раз перебили. Опять-таки это целый философский отдельный разговор. Вы как раз перебили. Не собираюсь я лезть в эти элиты, как сказал Владимир Владимирович. Я простой ленинградский парень и плевать, я хотел вообще на элиту. Так вот мы с вами простые московские ребята и какая нам разница, кого считать элитой. Я разговариваю с...